Привет, меня зовут Анна, мы продолжаем изучать русский язык и тема сегодняшнего урока – план текста и типы текстов. По плану мы потренируемся составлять планы к тексту, а также мы с вами вспомним какие есть виды текстов и познакомимся с новым словом с непроверяемой орфограммой. Ну что, вспоминаем, что такое текст. Я надеюсь, что вы уже за четыре года это все запомнили, но если вдруг нет, то я напоминаю, что текст – это высказывание, состоящее из двух и более предложений. Предложения в тексте связаны по смыслу, текст имеет свою тему и основную мысль, и текст можно озаглавить. Также в тексте можно выделить три части – начало, основную часть и заключительную, да, часть – концовку. Ну что, прочитайте, пожалуйста, и определите, является это высказывание текстом или нет. Вы можете нажать на кнопочку, да, и остановить видео для того, чтобы дать себе время подумать. А мы продолжаем, да. Отец и сыновья – называется этот текст. Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии. Сыновья не слушались. Вот отец велел принести веник и говорит – сломайте. Сколько сыновья не бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту. Они легко переломали прутья поодиночке. Отец и говорит – если в согласии жить будете, никто вас не одолеет. Если будете ссориться, да все врозь, вас всякий легко погубит. Лев Николаевич Толстой. Ну что, текст? Да, это текст, конечно. Здесь много предложений, они связаны по смыслу. У них есть основная мысль, главная тема и даже есть заголовок, да, то есть это говорит о чем? Что это высказывание можно озаглавить, да. Хорошо, давайте с вами определим тему и основную мысль. Начнем с обратного. Посмотрите на заголовок и скажите – в заголовке отражается основная мысль или тема этого произведения? Сразу отвечу на ваш вопрос теперь, да. Отец и сыновья – это только главные герои, да. Мы можем сказать, что, конечно, отражается тема, но не совсем. Все-таки здесь о том, не просто об отце и сыновьях, да, это только главные герои, но здесь о том, как отец учил мудрости своих детей, да. Все-таки вот это будет больше, больше эта фраза будет лучше передавать, да, более точно передавать основную тему, да. Основная мысль, я думаю, что вы сможете даже найти в этом тексте предложение, которое бы отражало основную мысль этого текста. Ну, несложно догадаться, что слова отца в последней части и обозначают основную мысль, если в согласии жить будете, никто вас не одолеет. Эти слова выражают, да, основную мысль, они говорят о том, что только вместе, да, только сообща они смогут добиться больших успехов, успехов и не потерпеть крупных поражений. Ну что, о том, что отражает заголовок, мы уже поговорили. Давайте подумаем, почему в этом тексте выделены три части. Три части выделены, потому что они, каждая из них обозначает какую-то свою мысль. Для того, чтобы составить план к этому тексту, мы с вами должны определить, что в каждой части имеется в виду, о чем говорится, что там самое важное. Давайте смотреть. Первая часть. Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии. Сыновья не слушались. Остановите видео, подумайте, о чем здесь говорится. Может быть, вы сможете сформулировать как раз-таки первый пункт плана. Я назвала эту часть «Приказ отца», все-таки здесь говорится именно об этом, о том, как отец приказал сыновьям жить в согласии. Хорошо, давайте со второй частью разберемся. Вот отец велел принести веник и говорит, сломайте. Сколько сыновья не бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту. Они легко переломали прутья по одиночке. Снова можете остановить видео и подумать, о чем говорится в этой части, что здесь самое важное. Я эту часть заглавила как «Испытание», здесь именно про это и говорится, о том, как ребята, сыновья этого отца ломали прутья. Сначала ломали весь веник, не получилось, потом ломали по прутику. Ну и третья часть. Отец и говорит, если в согласии жить будете, никто вас не одолеет. Если будете ссориться, да все врозь, вас всякий легко погубит. О чем говорится здесь? А здесь говорится о мудрости отца, говорится о том совете, который он дает своим сыновьям. Я назвала эту часть «Совет отца», вы можете называть наказ отца, например. То есть самое главное передать суть. То, как вы назовете эту часть, не всегда важно. Главное, чтобы это было кратко, емко и передавало суть. Ну что, какой план у нас получился? Первый пункт «Приказ отца», второй пункт «Испытание», третий пункт «Совет отца». По этому плану мы можем с вами этот текст изложить, мы можем пересказать этот текст, устно пересказать этот текст. Этот план может нам помочь более точно сформулировать основную идею этого текста, сформулировать основную мысль. Ну что, перечитайте, пожалуйста, снова этот текст и подумайте, какой вопрос мы к нему можем задать. Наверное, мы бы задали к этому тексту вопрос «Что произошло? Что случилось?». Подумайте, какие типы текста отвечают на эти вопросы? Это текст повествовательный, конечно. Давайте с вами вспомним типы текстов. Текст повествования – это текст, который отвечает на вопрос «Что произошло?» или «Что случилось?» и в нем описываются какие-то события, которые происходили. В тексте «Описание» главными вопросами является «Какое?», «Какое?», «Какие?». Здесь очень важны прилагательные, которые помогают описать какой-то предмет. Ну и сам текст «Описание», говорящее название, он описывает какие-то предметы, ситуации, характер человека и так далее. Ну и текст «Рассуждение» – один из самых интересных, наверное, типов текста. Он отвечает на вопрос «Почему?». В тексте «Рассуждение» обычно несколько частей, и одна из этих частей – это вопрос, другая из этих частей – это ответ. То есть в тексте «Рассуждение» мы задаем вопрос и пытаемся на него ответить, рассуждая при этом. Давайте попробуем определить типы текста. Первый текст читаем. «У нас в доме появился зайчонок, он был еще крошечный, с виду очень забавный, буровато-серенький, пушистый, с большими мягкими ушами». Как вы думаете, какой это тип текста? Это текст «Описание», кого здесь описывает автор? Описывает, конечно, зайчонка, да, у нас в доме появился зайчонок. И дальше идут предложения, в которых очень много прилагательных, помогающих описать этого зайчика. Определим тип следующего текста. Почему одуванчик так называют? Все лето цветут одуванчики. Созревшие их семена собраны в легкий пушистый шарик. Дунешь на шарик? Поплывут. Полетят в воздухе легкие летучие семена. Как вы думаете, что это за тип текста? Ну, мы сразу с вами видим в первом предложении вопрос «Почему?», который указывает нам на текст «Рассуждение». Те, кто ответил, что это текст «Рассуждение», были совершенно правы. Молодцы. Ну, еще один текст. «Каникулы Саша проводил на большом корабле. Командовал крейсером Василий Васильевич. Он усыновил Сурату Сашу и определил его в Нахимовское училище». Ну что, что это за тип текста? Это, конечно, текст повествования. Здесь описываются каникулы Саши, да, как он их проводил. Ну что, открываем наши словарики, да, записываем еще одно слово. Это слово «каникулы». В слове «каникулы» есть безударный гласный «а», который необходимо запомнить. Он находится в первом слоге. Вы можете выполнить небольшую иллюстрацию к этому слову, да, представить, например, что вы больше всего любите делать в каникулы. А я бы вам также могла порекомендовать запомнить это слово, ассоциируя его с самой ярчайшей звездой на небосводе, самая ярчайшая звезда в созвездии Большого Пса, которая называется Сириус. В древности Сириус называли каникулой, так и называли. Именно по названию этой звезды и произошло название самих каникул, да, вот этих больших выходных для школьников. Почему? Потому что раньше каникулы были большие летние, да, ну, в принципе, как и сейчас. И звезда Сириус, да, она появляется на небе как раз в середине этого времени года, и она очень ярко светит. Ну вот отсюда и пошло это название каникулы, да, а мы называем каникулы во множественном числе. Можете запомнить таким образом, да, нарисовав звезду Сириус, можете нарисовать что-то другое, что поможет запомнить это слово именно вам. Поговорим еще о видах текста. Давайте прочитаем вот эти два текста и определим, какой из них можно отнести к художественному, какой можно отнести к научному типу. Роса. Годяные капли. Они осаждаются из влажного воздуха на охлажденные поверхности растений, почвы, предметов. И второй текст. В траве на берегу крохотные капли бисеринки сверкают в лучах раннего солнца. Это роса. Ну, конечно, вы, наверное, уже догадались, что первый текст можно было бы отнести к научному тексту. Здесь дана конкретная информация, только факты, да, и такой текст, скорее всего, вы найдете в какой-нибудь энциклопедии или в научном издании. А вот второй текст. Это, конечно же, художественный. Здесь использованы различные средства художественной выразительности. Например, крохотные капли, да, крохотные. Здесь прекрасно употреблен эпитет, да, крохотные, очень маленькие, да. Капли бисеринки. Здесь у нас сравнение, да, капли сравниваются с бисеринками. В общем, множество, в одном предложении очень много средств художественной выразительности, которые помогают передать видение автора, да, видение автора именно этого прекрасного явления росы. То есть мы можем с вами тексты, повествования, описания, рассуждения также еще распределить на две группы. Одни будут художественными, другие будут научными. Для вас есть небольшое задание. У меня на экране даны четыре темы. Попробуйте составить свой текст. Обязательно выберите, какой это будет текст по типу. Это будет повествование, описание или рассуждение. Скорее всего, это будет текст все-таки художественный. Ну, может быть, у вас получится по своим наблюдениям составить какой-то научный текст. Хотя, ну, наверное, только к теме в зоопарке можно такой текст составить. Ну что, давайте почитаем темы. Встреча в лесу, необыкновенное путешествие, лучший подарок и в зоопарке. Выберите любую тему и выполните по этой теме задание. Выполните, составьте свой текст. Ну, а мы подводим с вами итог. Мы сегодня с вами составили план к тексту. Также мы вспомнили, какие есть виды текстов. И познакомились с новым словом, с непроверяемой орфограммой. Надеюсь, вы его очень легко запомните. Ну, у меня на этом все. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующем уроке. Пока!